27 января 2014 года в областном перинатальном центре номер 4 было открыто медико-генетическое отделение. До этого знаменательного дня всю Южно-Казахстанскую область обслуживал только ОПЦ номер 1. Теперь у врачей появилось больше возможностей на самых ранних сроках выявить патологию детей, а у мам контролировать нормальный ход беременности. Необходимость в открытии медико-генетической консультации назрела давно. Но в Южно-Казахстанской области очень высокий уровень рождаемости. В областном перинатальном центре номер 4 только за 2013 год проведено более 8 тысяч родов. Айгирим Сарсенбаев уже во второй раз приходит на консультацию. Здоровая женщина больше верит в медицину, чем в приметы. И если есть возможность считать женщина, нужно проходить все необходимые обследования и скрининги. Современный такой аппарат есть только, например, в двух местах по всему шинкету, по области, да? А это Болюсен С8. Примерно современный диагностический утрозвуковой аппарат. Здесь все автоматизировано, то есть он сам определяет, сам вычисляет. Нам нужно только выявлять, выводить, выявлять здесь все триместры именно на скрининге он предназначен. Да, вот хорошо будет беременность, скрининг. Медико-генетическая экспертиза оснащена всем необходимым современным оборудованием. Такая диагностика позволяет не просто выявить нарушения в развитии плода на ранних сроках, но и в точности поставить диагноз. Сама процедура абсолютно безопасна для беременной и не представляет никаких сложностей для проведения. Главная сложность, говорят врачи, это донести до самой женщины, насколько важно и нужно для нее и ее будущего ребенка проведение этого скрининга. Нам очень важно, чтобы женщина поняла всю сущность проведения этих обследований. На первом уровне это трехкратное ультразвуковое обследование. И второй уровень это инвазивная пренатальная диагностика. Врачи надеются, что с открытием еще одного отделения медико-генетической консультации вопросы прохождения скрининга станут менее актуальны. Женщины будут более внимательно относиться к вопросам вынашивания беременности, а у врачей станет меньше случаев рождения детей с патологиями и отклонениями в развитии.